В Ивановской области началась череда мероприятий, приуроченных в столетие поэта и общественного деятеля Михаила Александровича Дудина. На Ивановской земле он родился, учился. Здесь же выпустил свой первый сборник стихов. В память о земляке в колледже культуры провели конкурс чтецов. Михаил Александрович наш земляк, а творчество его мало известно. Студенчество, во всяком случае. Какие-то отдельные произведения – да. Но поскольку такая крупная и серьезная дата, мы решили, что эта дата не должна пройти внимание наших студентов. В конкурсе приняли участие два десятка студентов, обучающихся очно и заочно. Они прочитали произведения, которые не так широко известны. Звучали стихи, написанные в разные годы и на разные темы, но больше всего о войне. Начиная с 1939 года Михаил Дудин попал на фронт. Сначала в финской, затем в Великой Отечественной войне. И ужасы тех лет нашли отражение в его творчестве. Гремят над землей раскаты, идет за раскатом раскат. Лежат под землей солдаты, и нет безымянных солдат. Солдаты в окопах шалели и падали в смертном бою, но жизни своей не жалели за горькую землю свою. С творчеством Дудина я познакомился так, чтобы хорошо это в прошлом году. Тоже читал стихи его. У него есть гениальная поэма «Соловьи». Я ее когда читал, я прям плакал. То есть очень хорошая поэма и написана в годы войны. То есть очень хорошее чувство передает. Выступление ребят оценивал строгое жюри, но следует отметить, что до финального выступления были допущены не все. Пять человек я не выставила на конкурс, потому что они были не готовы внутренне. Поэзия звучала слабо, а поэзия – это такая особая форма литературы, где обязательно нужно духовное, эмоциональное участие. Только в этом случае все будет хорошо и красиво. Череда мероприятий, приуроченных к юбилейной дате, продлится полторы недели. Поэтические вечера и выставки пройдут по всей области – в библиотеках, музеях, школах. Завершится все 20 ноября. Возложением цветов к месту памяти Михаила Дудина в селе Вязовское Фурмановского района. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова.